Этот парень знал в чем сила и рубился за справедливость. Ветеран первой чеченской и фанат русского рока. Он был почти таким же, как тысячи его ровесников, а отличали его от общей массы навыки хладнокровного киллера. Плохих людей провинциальный Робин Гуд валил на месте, не моргнув и глазом. 20 лет назад Данила Багров вернулся на экраны в фильме «Брат-2» в продолжении народного боевика Алексея Балабанова. Почему «Убийца с принципами» до сих пор остается самым запоминающимся персонажем российского кино? В чем сила? Разве в деньгах? В 1997 году режиссер Алексей Балабанов снял картину, которая тут же обрела культовый статус. Это была история Данилы Багрова, обычного парня, вернувшегося из армии, и по воле обстоятельств ставшего киллером-одиночкой, со своим кодексом чести и крайне жестокими методами борьбы со злом. После фильма «Брат», Сергей Бодров-младший, стал не просто главной кинозвездой страны, но и символом 90-х, эпохи циничной и жестокой, но полной адреналина и в чем-то идеалистической. Безусловно, образ Данилы был провокационным, и некоторые его реплики показались критикам шовинистическими. Балабанова начали упрекать в экстремизме и разжигании межнациональной розни. Однако мотивации Бодрова имели мало общего с политикой. Все его действия подчинялись простой идее борьбы за справедливость, без лишнего пафоса и высоких слов. Он упорно шел к своей цели, словно терминатор, и в «Кровавом финале» спас от бандитов родного брата, несмотря на его предательство. А ты скажи своим, кто брата тронет, завалю. Если «Брат» можно отнести к жанру авторского независимого кино, то его продолжение стало стопроцентным блокбастером. Как известно, сиквелы редко бывают настолько же яркими, как оригинал, но в случае с «Братом 2» успех первой части удалось повторить. Быть темною в одну, вечно молодой, вечно приятный. Фильм вышел на экраны в 2000 году и вызвал еще более ожесточенные споры в прессе. Балабанов снял эталонный кинокомикс, гротескный, динамичный и полный черного юмора. Добро пожаловать в США! Спасибо большое! Вот уроды! Диалоги немедленно были растащены на цитаты и пошли в народ. Молодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга! В сиквеле «Данила» борется со злом уже в Америке, в далеком и враждебном месте силы. Идея отправить киллера-идеалиста за границу обсуждалась Балабановым и продюсером Сергеем Сельяновым еще во время работы над первой частью. Бюджет «Брата» составил около 100 тысяч долларов. На «Брат 2» авторам удалось собрать уже 1 миллион 300 тысяч – гигантскую по тем временам сумму. Сюжет сиквела незамыслово. Данила едет в США, где снова помогает униженным и оскорбленным, никого не боится и карает плохих парней, а попутно близко знакомится с красивыми девушками. Неожиданным ходом стало появление в картине поп-певица Ирины Салтыковой, сыгравшей саму себя. Как тебя зовут, красавчик? Данила. Впоследствии она отмечала сплоченность и деликатность творческого коллектива, собранного Балабановым. Принесли они бутылочку вина, чтобы мы познакомились с Сережей. Вот, и мы действительно, как бы такой контакт тесный получился, что как будто мы друг друга давно знали. Снимать российский экшен в Нью-Йорке и Чикаго было рискованной затеей. Но энтузиазм съемочной группы помог преодолеть все трудности. Кино получилось живым и ярким. Партизанские методы работы Балабанова, обкатанные в 90-е, пригодились и на чужой территории. К примеру, оператор фильма Сергей Астахов за час смастерил самопальный обрез, сильно удивив американских пиротехниками. А можно, чтобы еще дым пошел? Мы можем чуть-чуть тут устроить немного? Нет, не можем. Также удалось незаметно провести съемку в наземном чикагском метро, что было категорически запрещено. Балабанов любил работать с непрофессиональными актерами и даже смог затащить в кадр копов при исполнении. Кто его забрал? Черный Джек, это его район. Своих никого не забрал? Нет, только русского. Простые американцы охотно вливались в массовку, добавив проекту аутентичности. Сцены драк также отыгрывались максимально достоверно. Чернокожие актеры, изображавшие отморозков из гетто, даже сломали Бодрову несколько ребер. Усилия и жертвы съемочной группы оказались не напрасными. Публика восприняла фильм с восторгом. Однако, несмотря на успех, отбить затраты на производство не удалось. В прокате картина собрала 600 тысяч долларов. Отчасти это объяснялось тем, что в стране было всего несколько десятков современных кинотеатров. Основную кассу принесла реализация видеокассет. В 2000 году «Брат 2» занял первое место среди самых продаваемых видеофильмов. Кто в этом зале ходил на «Брата 2» в кино? В кино именно в кино. А кто смотрел на видеокассетах дома? Невероятно успешным стал также саундтрек фильма. На нем отметились практически все актуальные звезды российского рока нескольких поколений. От Вячеслава Бутусова и Агаты Крести до Земфиры и смысловых галлюцинаций. Подбором композиций занимался идеолог тогда еще совсем молодого нашего радио Михаил Козырев. Он отслушал сотни треков, из которых «Балабанов» отсеял несколько десятков. В то время казалось, что сделать серьезные деньги на музыке к фильму, да еще и российскому, невозможно. Но все получилось. Компакт-диски и кассеты с саундтреком продавались повсюду. От рынка на горбушке до ларьков в самых отдаленных регионах страны. Это было стопроцентное попадание в эпоху и аудиторию. На волне коммерческого успеха был выпущен еще один саундтрек «Брат 2» за кадром. Он состоял из песен, которые не вошли в фильм. Михаил Козырев со временем пересмотрел свое отношение к проекту. По его мнению, «Брат 2» способствовал подъему в обществе ксенофобских настроений и в итоге приумножил зло в мире. Юрий Шевчук также негативно отзывался о картине. Он наотрез отказался от участия в проекте еще на этапе его разработки. Кстати, знаменитую сцену стрельбы по бандитам в подсобке ночного клуба планировалось озвучивать песней ДДТ «Не стреляй». В финальной версии черную пародию на компьютерные шутеры сопровождают мощные аккорды хита Би-2. Сергей Сельянов считает, что важным фактором успеха образа Данилы Багрова было его демонстративное презрение к материальным ценностям. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Идея справедливого возмездия оказалась необыкновенно востребованной в России начала нулевых. Зрители нуждались в таком герое находчивом, прямом и крепким духом. Я слово свое держу. Сергей Бодров-младший трагически погиб во время съемок своего второго фильма «Связной» в 2002 году. Но слухи о вероятном появлении триквела «Брата» периодически продолжали возникать. В частности, о работе над третьей частью фильма заявлял фрик-шоумен Стас Борецкий. Но, скорее всего, это было хайпом и троллингом. Ну, я вам скажу так, что фильм выйдет по-любому, он выйдет на крутых торрентах. Вплоть до порно-сайтов. Алексей Балабанов ушел из жизни в 2013 году. Актер Виктор Сухоруков и другие люди, причастные к фильмам о Даниле Багрове, считают, что после смерти главного автора о возрождении саги можно забыть окончательно. Во многих интервью Сергей Бадров старался подчеркнуть свою непохожесть на героя диалогии «Брат». У интеллигентного актера и режиссера, кандидата искусствоведения, действительно было мало общего с упертым убийцей-правдорубом. Но Данила Багров и сегодня живее всех живых. Главный волк-одиночка российского кино может вызывать отторжение или симпатию. Но национального героя круче за 20 лет так и не нашлось. Вечно молодой! Вечно приятный! Проникся криминальный романтик и лихих времен, когда киллер считался совестью нации. Тогда не забудь подписаться на наш канал. Ставь лайк, жми колокольчик и жди новых видео о 90-х и 2000-х. Все самое годное еще впереди! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!